Знаем, что сейчас, наконец-то, и в Севердонецке начали бороться с поборничеством в школах. Расскажите об этом поподробнее. Интересный момент. Для многих он будет еще новый. Много кто не слышал из ваших слушателей и телезрителей. Но коротко объясню так. Все знают, все прошли когда-то школу, все прошли... У большинства есть там дети. Дети тоже учатся и в садиках, и в школах. И уже много десятилетий сложилась определенная система, при которой часть нагрузки по финансированию школ, дошкольных учреждений ложится на плечи родителей. Когда-то это было... Ну, что сказать, всегда это было обузой. Ну, вот всегда, все годы это было обузой. Потому что богато не жили в наших краях люди никогда. А теперь мы видим, что, ну, как бы, благосостояние с года в год, ну, к сожалению, не улучшается. То есть, все тяжелее и тяжелее выносить даже у тебя небольшие деньги, небольшие обязанности дополнительные, которые возлагали там руководители школ, садов, на родителей. Значит, куда и шли эти деньги? Ну, мы все понимаем, куда они и шли. Они и шли на предметы первой необходимости. Это и шли, ну, все, буквально начиная от мыла, полотенец, от туалетной бумаги, на поддержание санитарных норм, о которых вы говорили. Также это текущие ремонты. Это где-то надо было подкрасить, где-то надо было купить кран, который там поломался буквально вчера, и денег на него просто по-другому бы и не было. Вот. И проблема эта уже перезрела. Проблема стала не только не... Ну, она стала несовременной, и делать дальше вид... То есть, когда-то надо было этому положить конец. А як можна цьому покласти все-таки ось, ну, край? Адже, сами сказали про то, що багато років вся тенденція залишається. Зараз, що людям робити? И як можна на це з боку влади повпливати? Ну, вот уже впливаємо. Я вам скажу, прежде всего, люди должны понимати, что не происходит ничего плохого ни для них, ни для их детей. То есть, все финансирование, которое в школе получали, они будут получать только из местного бюджета. То есть, местный бюджет сейчас... Мы заканчиваем год с профицитом. Те деньги мы проанализировали, внимательно все взвесили. И те деньги, которые собирались родители, вполне посильно нашему городскому бюджету профинансировать самому.